Дорогие друзья, сейчас на дворе август месяц и начинают спеть сливы. И что бы нам сегодня бы хотелось приготовить? А давайте-ка приготовим сегодня интересный, замечательный сливовый пирог. Или по-другому его еще называют сливовый тарт. Ну что, поехали! Итак, нам понадобится 100 грамм сливочного масла или сливочного маргарина. Нужно хорошо его порезать на кусочки, на квадратики, но чтобы масло или маргарин у вас не были жидкими. Вот на такие кубики мы нарезаем. Затем берем мы емкость, в которой будем замешивать тесто. Добавляем 200 грамм пшеничной муки, 30 грамм сахара. И хорошенько перемешиваем. Разминаем хорошо маргарин. Растираем комочки. Вот такое получилось. Затем добавляем 2 куриные желтка, и щепотку соли. Перемешиваем. Еще нам понадобится ледяная холодная вода, где-то полстакана, и добавляем в нее немного лимонного сока. Добавляем воду понемножку в тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Песочное тесто. Берем пищевую пленку, выкладываем тесто, и отправляем его в холодильник на 40 минут. Пока тесто стоит в холодильнику, мы приготовим сливы. Вот они у меня спелые, такие плотные. Сейчас мы их нарежем. Добавляем его в холодильник на 40 минут. Так. 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 Ребята, готовим заливку. Берем обычный йогурт, без всяких вкусовых добавок. 200 грамм йогурта. 1,6% жирности у меня. Добавляем 130 грамм сахара. 2 столовые ложки картофельного крахмала. И 2 куриных яйца. И перемешиваем. Можно венчика, а можно на миксере с низкой скоростью. Главное, чтобы заливка хорошо перемешалась. И так, ребята, сейчас самое интересное. Будем собирать наш пирог. Вот у меня вот такая форма для выпекания. Сейчас смажем ее немножко сливочным маслом. Выложим тесто, сливы и сделаем заливку. Тесто достали из холодильника. Разворачиваем его. И сейчас будем его тонким-тонким слоем укладывать в нашу форму. Делаем небольшие бортики. Бортики сделали. Теперь в хаотичном порядке, или как вам нравится, раскладываем сливы. Вот такая красота должна получиться. И заливаем йогуртовой заливкой. Ставим в разогретую духовку. Выпекаем 60 минут при температуре 180 градусов. И так, чтобы понять, что пирог готов, верхняя заливка не должна прилипать к пальцам. А у нас она еще редкая. Не пропеклась. Вот такой у нас пирог получился. Вот такой получился у нас пирог. Называется сливовый тарт. Сейчас посмотрим, как он пропекся. Вот такая вкуснятина. Вот такой вот.